Девушки отдыхают Нью-Йорк, 21 июня 1957 года. Бруклин. Недорогой отель Лэттен. В одном из номеров пожилой человек досыпает последние минуты на свободе. Это один из самых известных разведчиков в истории. Когда через 14 лет он идет из жизни, его дочери с трудом удастся добиться того, чтобы на надгробии отца было выбито его подлинное имя. Вильям Генрихович Фишер. Агенты ФБР, вошедшие в номер, сразу попытались получить от постояльца чистосердечное признание. Но сам Вилли Фишер, резидент советской разведки в Соединенных Штатах, понимал, что для него главное выиграть время. Именно в тот момент он решил назваться именем своего умершего еще в 48 году другой коллеги Рудольфом Абелем. Расчет заключался в том, что новость об аресте советского шпиона под таким именем сразу же попадет в прессу. И в Москве, зная о многолетней дружбе Фишера и Абеля, сразу поймут, кто арестован на самом деле. «Мертвый сезон» – образец интеллектуального шпионского кино. Фильм вышел через 11 лет после ареста в Бруклине. Появление в предисловии к картине Вильяма Фишера под именем Рудольф Иванович Абель стало в 68-м настоящим событием. Меня попросили сказать несколько слов перед этой картиной. Я выступаю в роль необычной для меня, потому что люди моей профессии привыкли больше слушать и меньше говорить. Вскоре разведчик становится культовой фигурой. Однако о работе и жизни Вильяма Генриховича Фишера было известно немного. А некоторые периоды его биографии были наглухо закрыты на многие годы. Поразительно, что, осудив Фишера, американцы почти ничего не узнали о его делах в Соединенных Штатах. Более того, они так и не узнали его подлинного имени. Для сотрудников ФБР Вилли Фишер остался человеком минимум с тремя именами. Марком, Эмилием Гольфусом и Мартином Коллинзом. По большому счету он сообщил им, что его подлинное имя Рудольф Иванович Абель. Забавно, что даже в судебных документах все они упоминались одновременно. Когда Абель Фишер был осужден, в приговоре ничего не говорилось о том, каков же был сам предмет его преступления. Там много говорилось о том, что было найдено в его комнате, что было найдено в его фотомастерской на бывшем складе, какие там были фотопринадлежности, увеличители, закладки и так далее. Но у американцев не было никакого материала относительно того, в чем же действительно заключался шпионаж Абеля Фишера. Можно было, есть даже были предположения тогда, что он был так называемым спящим агентом. То есть он находился в спящем, в неактивном состоянии, в ожидании какого-то дела или задания. Дело арестованного и осужденного Фишера или Абеля оказалось парадоксальным. Ведь американская контрразведка так и не узнала, что же именно он делал в США на протяжении почти целого десятилетия. Обычный американский пятицентровик, знаменитый никель. Одна из таких монет стала для ФБР первым сигналом о том, что в стране действует некий советский нелегал. В истории ФБР дело Абеля вообще вошло под названием полуникель. Как рассказывает опять-таки, эта история, как она рассказывается от ФБР, началась как-то летним днем 22 июня 1953 года. В районе Бруклина мальчишка-разносчик газеты «Бруклин Игл» зашел к своим клиентам, и у них не было мелких монет, был только доллар. Он побежал на личную клетку поискать сдачу. Соседи помогли мальчику, разменяв доллар. Среди них был и фотохудожник Гольтфус, он же резидент Фишер Абель, сделавший большую ошибку. С обычной мелочью он отдал газетчику монету, тайник с его содержимым. Когда мальчишка, выйдя из дома, стал считать выручку, одна из монет показалась ему подозрительно легкой. Он несколько раз подбросил ее, не смог поймать, и никель ударился и разбился о пол. Внутри была микропленка и бумажка с какими-то цифрами. И в этот же день он показал странную находку подружке. Так оказалось, опять-таки так рассказывается, что отец этой подружки служил в полицейском управлении Нью-Йорка. Так на следующий день бумажка и монетка попали в полицейское управление Нью-Йорка. Оттуда они и в тот же день попали в управление ФБР по городу Нью-Йорку. А уже на следующий день оттуда спецкурьером в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне. Находка попала по адресу. Тут же были задействованы лучшие эксперты. Однако шифр раскрыть не удалось. Единственное, что они смогли выяснить, машинка, на которой напечатаны цифры советского производства, и данным шифром пользуются в СССР. Никаких концов ведущих к резиденту находка не дала. Дело положили на полку. Привезти к советскому резиденту полый никель тогда не смог. Вилли Фишера через 4 года выдаст предатель. Англия, начало 20 века. Парадная фотография семьи Генриха Фишера, немца политического эмигранта из России. Это отец Вильяма. В России он рано увлекся политической борьбой. Генриху вступил в один из первых марксистских кружков, созданный самим Владимиром Ульяновым. Одно время они были довольно близки. Ленин доверял Генриху первое прочтение своих политических статей. Генрих женился на русской красавице Любе, которую тоже обратил в большевистскую веру. Люба была фельдшером и помогала мужу тайно перевозить по стране подпольные газеты, спрятанные в огромных медицинских справочниках. После высылки царской полиции семьи Фишеров в Англию, ее глава продолжил политическую борьбу и стал одним из основателей Компартии Великобритании. Но жили супруги скромно, растили сыновей старшего Гарри и младшего Вильяма, будущего разведчика, который родился в 1903 году. Чтобы помочь семье Вильяму, или кратко Вилле, которого назвали так в честь Шекспира, пришлось подрабатывать. Но времени хватало и на учебу в школе, и на шалости, и на увлечения. Позже была учеба в университете, но его Вилле так и не окончил. В 1920 году семья по личному приглашению Ленина возвращается в Россию. На этих фотографиях 1925 года эпизоды из жизни красноармейцев, учебные роты связи. Эти трое друзья. Каждый из них достигнет вершин в своей профессии. Вильям Фишер, выдающийся разведчик, Михаил Царев, великий актер, канонический Чацкий, Лермонтовский Арбенин, шекспировский Магбет. И Эрнст Кренкель, знаменитый полярник, участник Папанинских экспедиций, прототип радиста из фильма «Семеро смелых». Они сохранят дружбу до конца жизни. Колоритная троица иногда шокировала своими гражданскими привычками сослуживцев, в большинстве простых деревенских ребят. Первую ночь, когда новобранцы отходили ко сну, старшина роты из старослужащих украинцев чуть не сошел с ума, когда увидел, что один новобранец, раздевшись, перед сном облачился в шелковую полосатую пижаму. Это и сегодня в армии произвело в фурор, а тогда это было что-то невероятное. Этот новобранец оказался Михаил Ивановичем Царевым, будущим народным артистом СССР. После армии Вилли стал хорошим радистом, что позже помогло его службе в разведке. Он знакомится с девушкой-орфисткой Еленой. Долго ухаживает за ней. Елена Степановна будет спутницей Вилли Магенрихевича всю его жизнь. Благодаря знакомству с ней он попал на работу в ОГПУ. Дело в том, что его предложил туда именно не семейная, скажем так, такая вот семейная, скажем так, ветвь Фишеров, а предложил его туда сестра жены, которая работала там переводчицей. Может быть, переводчицей, может быть, работала где-то в канцелярии. Но именно вот это предложение и было. Он его принял. С самого начала в органах ценились прежде всего его навыки радиста и прекрасное знание языков. Вильям Фишер родился и прожил в Англии до 17 лет. Вторая половина 20-х годов один из самых загадочных периодов его работы в разведке. Еще до недавнего времени эта фотография была незнакома даже ведущим историкам разведки. На ней можно увидеть двух людей. Двух Абелей. Настоящего Рудольфа Абеля и Вильяма Фишера. Через 30 лет он, после ареста ФБР, назовется именем друга и коллеги и войдет под ним в историю. К этому времени самого Абеля не будет в живых. Он умрет в 48-м. Долгое время страной первой зарубежной командировки Вильяма Фишера считали Норвегию, куда он приехал в начале 30-х. Но на этой фотографии предположительно 27-го года за спиной разведчиков явно не Европа. Версия, как он познакомился с Абелем. Абель был в другом городе. Абель передавал сообщения на посольство в Китае и Пекине. Фишер передавал их в Москву. В Китае новый друг Фишера Рудольф Абель совершил настоящий подвиг. Это было время враждебных отношений Китая с Советской Россией, которые вылились в открытый военный конфликт на КВЖД. До этого китайцы совершали провокации и нападения на советское представительство. Люди погибали и на этой политической войне. Когда случился разгром генконсульства, во время которого несколько людей погибло, прекрасный, прекрасный, сильный, мощный, красивый радист по фамилии Абель вырвался из кольца, которое окружало посольство, на мотоцикле. Разбил ворота, на кого-то наехал и вот так вот по нашему уже, сказать так, по блокбастерски, по современному, раскидав людей, которые расстреливали посольство чуть не в упор, он вырвался из этого кольца. Он не был убит и он добрался до Пекина. После возвращения на родину Вильям Фишер по заданию разведки получает британскую визу. Сделать это ему, уроженцу Англии, было несложно. Он сохранил паспорт, настоящий, подлинный, британский паспорт и заявил в британском посольстве честно и благородно, что хочет вернуться на родину, что здесь у него нет работы, что он отслужил в армии, вот этот паспорт, вот я родился там, вот мой отец был подданный, вот все. И его британцы пустили на родину. В начале 30-х Вильям Фишер создает нелегальную радиосеть в Европе. Он живет то в Норвегии, то в Англии. Там ему довелось познакомиться с ученым Петром Капицей, которого советская власть уговаривала вернуться на родину. Он вернулся, и, как считается, в этом немалая заслуга разведчика. В 36-м Абель становится личным радистом советского резидента в Испании Орлова. Очень скоро это сыграет роковую роль в его карьере. После возвращения из Европы Вильяма Фишера направляют в одно из самых секретных подразделений разведки. Его возглавлял Георг Миллер, австрийский социалист, начинавший в разведке Коминтерна и один из создателей советской разведки. Это уникальные документы, личное дело Миллера, которое 70 лет было совершенно секретным. Сейчас вы увидите эти документы впервые. В историю золотого периода нашей разведки 30-х и отчасти 40-х, когда ее могущество было огромное, Миллер вошел как гениальный мастер изготовления поддельных документов. Павел Георгиевич Громушкин, ученик Георга Миллера, ветеран, настоящий патриарх разведки, талантливый художник. На протяжении долгих десятилетий он был близким другом Вилли Фишера, а вот о его работе практически ничего не знал. Он занимался другим делом, радио, в этой же группе. Там две были группы, одна радиста, другие документальщики. Он к этой группе никакого отношения не имел. Он занимался связью. Я в детали, у нас все-таки была, знаете, конспирация хорошая. Очень хорошая конспирация. И мы даже сидели напротив друг с другом. Я не интересовал, что он там делает, и он не интересовал, что я делаю. Работа в группе Миллера, да и вообще в разведке, неожиданно для Фишера закончилась в 1938 году, в свирепое время репрессий. И ему очень повезло, что это не случилось годом ранее. Расстреливая всех поголовно. Посмотрите книги по истории внешней разведки. Посмотрите словари по истории внешней разведки. Есть словари такие. Посмотрите, скажем, энциклопедию. Гляньте маленький справочник. Ведь люди все гибли в 1937 году. Кто добирался до 1938-го, не так часто уже попадали под сталинский молох. Основной причиной массовых чисток в спецслужбах была борьба сталинской группы против политических противников, одним из лидеров которых был Лев Троцкий. Многие разведчики были обвинены в троцкизме. Но существовала и причина более субъективного характера, а именно бегство на запад Лейбы Фельбинга, более известного как Александр Орлов. Он был тогда одной из крупнейших фигур во внешней разведке. Чекист, следователь трибунала при ФЦИК, резидент во Франции, Австрии, Италии и Испании. Фишер лично работал с ним как радист. В 1938-м году Орлова заподозрили в связи с Троцким и вызвали в Москву. Вызов мог означать только одно обвинение в предательстве и расстрельный приговор. Спасая жизнь, Орлов прихватил средства резидентуры, громадную по тем временам сумму в 60 тысяч долларов и вместе с женой перебрался в Канаду, а затем в США. Работая с Фишером, подставил под удар огромное количество людей, которые были на него завязаны. И вот почему потом пошла история с, скажем, расстрелами тех, кто был с ним в Испании, он был там, да, главнее посла во время испанских событий, почему пошла история с людьми, которые работали с ним в разных странах, почему отзывали резидентов, потому что все это были люди, которые по этим ключевым точкам расставил Орлов. Тогда в 38-м Вильям Фишер, личный радист резидента перебежчика, избежал репрессий. Он даже не попал в тюрьму. Его не обвинили в измене, а просто уволили. Специалист по радиотехнике Вильям Фишер обошел кадровые отделы нескольких московских предприятий. Как только кадровики узнавали, что перед ними уволенный чекист, ему автоматически давали отворот-поворот. Но тут неожиданно помогло знание иностранных языков. Одним из немногих источников существования были переводы из патентного бюро. И знаете, кто давал эти переводы? Как все переплетено в жизни? Академик Капельца. Он давал ему переводы, не боясь никого. Заработки были нерегулярными и небольшими, но главное была работа. Однако Вилли Генрихович на этом не успокоился. Он написал письмо другу своего отца старому большевику Андрееву. Известная фамилия. То есть старые большевики были или в ссылке, или в земле, или сидели тихо по углам. Почему-то, из-за чего-то, и как-то Андреев не был подвергнут никаким нечисткам, никаким вообще, так сказать, сталинским репрессиям. Наоборот, он был в фаворе. Письмо до Андреева дошло. И Андреев попросил в этом деле разобраться, в чем виноват сын старого большевика, умершего уже к тому времени, он в 1935 году, его отец умер от, так сказать, ну, назовем это так, отчахотки. Хотя я думаю, что это был туберкулез. Тогда называли так отчахотка. В чем был виноват его сын? Сын не был виноват ни в чем. Ему разрешили работать. Тогда Вилли Генрихович не знал, что его мирная гражданская жизнь закончится совсем скоро. Человек, которого так интенсивно и жестко обучает работать на ключе Вильям Фишер, Александр Демьянов, один из самых эффективных разведчиков Второй мировой. В начале войны Вильям Фишер по инициативе Павла Судоплатова был восстановлен на работе в НКВД. Его, как этнического немца, в свое время уволенного из разведки, могли расстрелять. Немецкие войска подходили к столице. Но за Вилли Генриховича поручился Лаврентий Берия. Было так, что наркомы должны были поручиться за своих, за своих, да, чтобы их людей не расстреляли. Потому что пришел сентябрь 1941-го, когда решилась судьба страны. Немцы были где-то уже близко от Москвы. И вот тогда Судоплатов уговорил Берию взять на себя поручительство за Якова Серебрянского, за Дмитрия Медведева, за Вильяма Фишера, Абеля, да, и за Абеля тоже, в числе прочих. Вилли Генрихович доверие Берии оправдал. Он внес огромный вклад в успешное осуществление операции «Монастырь» и «Березино», крупнейших радиоигр Второй мировой войны. Их суть заключалась в передаче немцам дезинформации от имени антисоветского подполья и немецких диверсионных групп. Десятки немецких агентов, направленных с проверкой к своим в тылу большевиков, были задержаны. Дальше они попадали в руки Фишера. Выходил реальный человек, оказавшийся в окружении, он говорил с ними на своем родном языке, его вроде бы принимали за своего, он с ними вступал в разговоры, их арестовывали, он их допрашивал. И вот говорят, что очень удачно он вел допросы. Я в это верю, потому что тут надо быть действительно очень таким человеком глубоким, чтобы раскалывать своих же. Вот он умел людей перетащить на свою сторону. Вилли Фишер был представлен лично фюрером к Железному кресту, однако так и не успел получить престижную награду. Сразу после войны его вернули во внешнюю разведку. Вскоре он начал готовиться к главной командировке в своей жизни США. Нью-Йорк. Вилли Фишер любил этот город. Его зеленая легкая центральная парка с его заполненными отдыхающими дорожками, столиками и скамейками, на которых разыгрывались целые шахматные турниры. Прекрасный шахматист Вилли Генрихович сам с удовольствием в них участвовал. Он любил побродить по непарадным окраинам Большого Яблока, понаблюдать за уличными сценками. Район Бруклин Хайтс, что неподалеку от его мастерской он исходил вдоль и поперек. Он выходил на запруженную людьми набережную, откуда открывался вид на статую свободы. Пятидесятые годы. Нью-Йоркская богема, художники, писатели, журналисты, музыканты. Особым вниманием пользуется новенький немец-эмигрант Эмиль Гольфус. Прекрасный собеседник, остряк, эрудит, интеллектуал. Он отлично играет на гитаре, задаривает новых знакомых талантливыми набросками. Еще одной особенностью новичка было умение тихо и незаметно покидать компанию. Современники описывают поведение Вилли Фишера так, что можно предположить, разведчик владел основами гипноза и субгестий. Вот за этим кругом столом три пожилых джентльмена. Опять-таки мне 28 лет, естественно, пожилые для меня они казались. И вот, сидя вот так, я, ну, извинительно только моим возрастом, я задаю Вилли такой вопрос. Ну, зашел разговор, разведки и так далее. Я говорю, Вилли Геннерфович, а Этель и Юлиус Розенберг, они действительно были разведчиками, известные, значит, люди, которые пошли на электрический стул в Соединенных Штатах. И вот, я не услышал от него ответа, но при этом я совершенно не почувствовал, что он мне не ответил. Он не ответил ничего, ни да, ни нет, вообще-то, знаете, но вот такое впечатление было, что вдруг, значит, я оказался в какой-то отдельной, так сказать, области, в которой, вот, звук не доходит, и все. И я этого не заметил. После войны на Вильяма Фишера была возложена сложнейшая задача восстановления разведывательной сети в Соединенных Штатах, получение сведений об американских атомных разработках, помощь засвеченным агентам в эвакуации через Латинскую Америку. Была и задача, которая сегодня мало кому известна. Марк, такой псевдоним получил Вилья Генрихович, должен был создать диверсионную сеть. Случаи, опять-таки, горячей войны, шла подготовка как бы действий в тылу врага, возможных действий в тылу врага. И на этот случай также готовились силы. В основном такие нелегалы, резидентуры были созданы не в США, а в Латинской Америке. И там они держались наготове. Опять-таки, на Абеле лежало создать отлаженную систему ввода как бы в действие этих сил на случай возникновения военного конфликта между США и СССР. Детали американского этапа работы Вилли Фишера до сих пор тема секретная. Известно, что он сыграл ключевую роль в получении сведений об атомной бомбе, в частности, об устройстве замыкателя ядерного заряда, вызывающего ее взрыв. Ему было поручено проверить старых агентов, старые сети, которыми использовались еще в 30-е и 40-е годы и восстановить связь с теми из них, кого он сам сочтет достаточно надежными. И вот такими надежными товарищами был старый агент-волонтер, он же Морис Коэн и его жена Лесли, она же Лона или Леонтина Коэн. И маленькая группа волонтеров и стала той группой, которая, видимо, помогла Абелю Фишеру добыть ту информацию, которая помогла, как считается, Курчатову и Ванникову сэкономить год, а может быть и два на пути к первому испытанию атомной бомбы. О заслугах Вилли Генриховича Фишера говорит тот факт, что именно в те годы он получает один из высших орденов для разведчиков, орден Красного Знамени. Самой лучшей наградой для разведчика стал долгосрочный отпуск, организованный для него центром. Несколько месяцев Вилли Генрихович наслаждается общением с семьей в Москве, отдыхает на природе в Подмосковье. Уже тогда у Вилли Фишера были недобрые предчувствия, он не хотел возвращаться в Америку. Он доказывал, что на работе может пагубно отразиться его усталость, говорил он ненадежности связняков. Хорошо легализовался, правильно себя вел, не давал поводу как-то какие-то компроментации чтобы были и так далее. И если бы не его возвращение обратно в США, он должен был ехать сюда в Москву через Мексику, он, конечно, все было бы нормально у него. ему уже надоело, потому что мы живем вместе рядом с ним. Я часа домой ходил друг к другу, я приходил Паша, я хочу домой. Он меня Паша называл. Я говорю, Вилли, ну еще побудь немножко, скоро тебя отзовем. Ну вот оказалась такая последняя встреча. После возвращения в США опасения разведчика стали подтверждаться. Появились явные признаки слежки. Единственное, что он мог сделать, это минимизировать ущерб от ареста, который из вероятного все более превращался в неизбежный. когда задержанный попросил лист бумаги и карандаш, ему их охотно предоставили. На листке он стал писать не слова, признания, а колонки цифр. После того, как он закончил усеивать бумагу подозрительными цифрами, аккуратный ФБРовец забрал исписанный листок и отнес руководителю. Это оказалась математическая головоломка. Интеллектуальное развлечение Вилли Генрихович считал возможностью отвлечься, успокоиться и при этом потренировать интеллект перед решением головоломок куда более трудных и важных. Например, как сохранить свою жизнь и дать знать о своем провале. Арест не оказался для него неожиданностью. В Нью-Йорк он приехал, понимая, что рискует свободой, но при этом часть улик он все же продолжал носить с собой. Мне было очень интересно, как такой профессионал мог хранить письма от жены и дочери. Ведь это жуткий прокол. И я об этом спросил наверно одного из самых уважаемых и самых глубоких разведчиков мира нелегалов Георга Андреевича Вартаняна и его супругу Гар Леоновну. Они сказали, что мы это не хотим комментировать, но что вообще надо делать? Никаких писем, ничего. Ты читаешь письмо один раз, второй раз, ты читаешь его третий раз, если тебе хочется. Ты берешь маленький листочек и поджигаешь его. Причем Георг Андреевич еще добавил, поджигаешь обязательно снизу, чтобы сгорело быстрее. Свою ошибку Вилли Фишер частично исправил прямо при аресте. Одну из улик ему удалось незаметно спрятать в ладони во время похода в туалет, спустить в унитаз прямо на глазах у агента ФБР. Тогда во время ареста его последний бой только начинался и главной опасностью оказался предатель, бывший радист Фишера. Рейна Хейханен, псевдоним Вик, корел по национальности. В свое время он смог получить настоящий американский паспорт. Наверное, это сыграло решающую роль в решении направить его в распоряжение Фишера. Ну, послали, он получил американское гражданство сам. А чтобы ну, все так. Ну, бабник был, пьяница был, понимаете. Конечно, у него много недостатков было. Это, конечно, здесь виноваты, может быть, и Центр, его как следует не изучили. Но всех охватила радость получения американского гражданства. Вы сами понимаете, получить американское гражданство, купить, это одно дело. А здесь он сам лично получил. Вот. Ну, и вот от его распутной жизни алкоголь и довели его до предательства. На то, что иногда разведчик позволял себе слишком много выпить, поначалу не обращали должного внимания. В Америке Вик стал настоящим алкоголиком и дебоширом. Как можно вообще просто, живя за рубежи и будучи нелегалом, устраивать такие попойки и ссоры с женой, что полиция съезжалась и полиция смотрела на него во все глаза. Как это можно было сделать? Как можно было, допустим, до такой степени спиться, чтобы растратить служебные деньги на прекрасную блондинку? Когда Вик неожиданно уехал во Францию, Вильяму Фишеру стало все ясно. Это было бегство, оставалось ждать окончательного провала. Хейхенин мог сдать самого резидента, что он и сделал, придя но, к счастью, он не знал о Фишере многого, начиная с его настоящего имени, не говоря уже о его контактах. Во время процесса обвинение настаивало на смертной казни, но на присяжных заседателей, на судей, на всех, кто следил за громким процессом, подействовало поведение подсудимого. Он держался очень спокойно, дружелюбно и часто шутил. И только когда стали зачитывать найденные при обыске письма жены и дочери Вилли Генрихович не выдержал. На его глаза навернулись слезы. Но и это сработало в его пользу. Огромную роль в смягчении приговора, в изменении отношения к суперагенту русских сыграл адвокат Вилли Фишера Джеймс Донован. Сам бывший разведчик Донован хорошо понимал, нужно во что бы то ни стало сохранить жизнь своего подопечного. Прежде всего потому, что человека такого уровня можно было всегда обменять на американских агентов арестованных в СССР. Между адвокатом и подзащитным сложились самые доверительные отношения. При этом во время общения приходилось ими надо разговаривать по 10-12 часов подряд он проникся к Абелю таким искренним человеческим расположением. Он его впоследствии называл настоящим джентльменом, человеком как никто другой подготовленный к той работе к которой он подготовлен. Он отметил, что тот и прекрасный музыкант, и художник, и инженер-электронщик прекрасно знает физику, химию. В общем, он его поразил во всех таких отношениях и поразил его мужество. И, кстати, он вызвал добрые чувства у самого Абеля тоже. Приговор суда был суров в 32 года тюремного заключения. Во время оглашения вердикта судей Вильям Генрихович держался стойко, но было видно, насколько он подавлен. Для него этот срок был равносилен пожизненному. Полковник русской разведки пользовался уважением всех обитателей тюрьмы и обыкновенных убийц и трестных отцов и сотрудников от рядовых охранников до начальства. Четыре с небольшим года Абеля содержали в Атланте в федеральной тюрьме. В Канре кроме него было еще шесть или семь человек. Ну, менялось число заключенных. Кстати, рядом с ним постоянно находились заключенные, как правило, с большим сроком, как правило, совершившие достаточно серьезные преступления. Интеллигентный, худой, сутулый, отнюдь не атлет. Ничего общего с сокамерниками Вилли Генрихович не имел. Таким людям в тюрьме трудно даже просто выжить. Фишер не только выжил, он постепенно завоевал огромное уважение у заключенных. Ну, конечно, не в один день он этого достиг. Он был контактный человек, доброжелательный, хорошо знал законы, и он даже помогал некоторым заключенным писать амнистии. Русского шпиона уважали не только рядовые преступники. Он выполнял роль третейского судьи в разрешении конфликтов легендарных крестных отцов того времени. В основном там были эти самые американские гангстеры, отсиживали свои сроки. И он был, во-первых, его звали только полковник, и он был, конечно, авторитетом, и в частности он милил таких известных мафиози, как Диноведа и Костелло. То есть он был третейским судьей, и они при нем его присутствии заключили мировое, значит, пожали друг другу руку. Сцена обмена в фильме «Мертвый сезон» довольно точно воспроизводит реальный обмен Вилли Фишера на сбитого американского летчика Фрэнсиса Пауэрса, который произошел 11 февраля 1962 года на границе ГДР и западного Берлина. Тоже взаимное недоверие, сдержанность, осторожность. Самой процедуре обмена предшествовала многоходовая операция и длительные переговоры. Многие интереснейшие подробности эпопеи обмена становятся известны только сегодня. Наш собеседник Юрий Иванович Дроздов был одной из ключевых фигур в деле спасения Вилли Фишера. В один прекрасный летний день 1958 года меня вызвал тогдашний начальник отдела нелегальной разведки в Германии Николай Михайлович Горшков протянул журнал Шпигель номер не помню сейчас и попросил ознакомиться со статьей дела Гольфуса. Прямо в кабинете у него я прочитал эту статью посмотрел на него вопросительно он спрашивает ну что я говорю надо освобождать такой был ответ он не ответил ну и займись значит слово ну и займись предусматривало последующее обсуждение целого ряда отдельных оперативных моментов под именем Юргена Дрифса якобы немецкого двоюродного брата Эмиля Гольфуса Юрий Дроздов как нелегал натурализовался и поселился в Восточном Берлине затем он вступил в переписку с адвокатом Джеймсом Доновым у советской стороны появился серьезный козырь для будущих переговоров в канун первомая 60-го года над Уралом был сбит американский самолет-разведчик У-2 пилот выпрыгнул с парашютом был арестован и осужден интересно что на работу в центральное разведывательное управление Фрэнсис Гэри Пауэрс был принят в день вынесения приговора Вилли Фишеру после обмена письмами которые обозначали позиции сторон было решено начать очные переговоры адвокат Донован вместе с несколькими сотрудниками ЦРУ прибывает в Берлин поначалу американцы соглашались на обмен по принципу голова за голову один к одному но потом стали набивать цену голова за голову не получается они говорят это не так ну и попросили значит назвали еще две фамилии Маккинен и Праер так один из них сидел в германской тюрьме в тюрьме ГДР а второй находился в заключении в Киеве за недозвольную деятельность поднялся вопрос о необходимости значит с нашей стороны мы немножко так это сказали потому что это слишком высоко вы берете договаривались сначала так Пауэрс и Абель а вы хотите еще это уже слишком это очень высоко тогда Дон Иван там бросил фразу о том что ну что Абель стоит несколько десятков таких людей которых просит после многих месяцев работы десятков людей все было готово сам Хрущев распорядился поменять трех американцев на одного Абеля в восточный Берлин прибывает жена и дочь Вилли Генриховича самого Фишера самолетом перевозят в Германию 10 февраля 62-го столь пронзительно счастливые моменты пережить может быть даже труднее чем минуты трагические но Вилли Генрихович прошел и это испытание объятие коллег в встрече с женой и дочерью схватка со смертью закончилась победой он выжил он вернулся оттуда откуда не возвращаются разведчик вернувшийся из пекла дача в Подмосковье стала главным местом отдыха Вилли Фишера о скромном участке и доме Вилли Генрихович заботился трогательно полученное в качестве компенсации за годы заключения 25 тысяч рублей он потратил на постройку второго этажа там он устроил свое гнездо кабинет библиотеку мастерскую активно работать после провала он не мог и очень переживал по этому поводу вот просто отец пишет однажды я шел с Кузнецкого моста на улице Кирова и проходя по Фуркасовскому переулку мимо здания комитета госбезопасности увидел удивительно знакомого человека вот ну и дальше вот их встреча значит действительно вот как узнать через 40 лет ну вот узнали значит здорово здорово Эрнст значит и Эрнст задает вопрос как живешь и значит потом в книге отец с юмором пишет и даже как-то стало не ловко 40 лет прошло а значит вопрос как живешь и Вилли значит ему рассказал что он был разведчиком вот сейчас как он сказал вот здесь показав на здании работаю экспонатом то есть он был в службе внешней разведки начать уже передавал свои знания молодым молодому поколению Вилли Генрихович был в курсе многих научных и технических достижений в 68-м году в новосибирском академгородке после недолгой беседы специалисты приняли его за физико-ядерщика они и предположить не могли что перед ними разведчик который специально изучал проблему еще в конце 40-х перед командировкой в США а потом комментарии по их ответам их совсем поверили в шок как это так и убедили что это не какой-то дилетант а человек который глубоко разбирается в проблемах атомной физики они конечно еще не знали что еще в октябре 48-го года когда Вячеслав Михайлович Молотов руководивший комитетом информации это разведка наставлял его перед засылкой по нелегальному каналу в Америку где он должен был добывать секреты по атомной проблематике он уже тогда погружался в эту тему и тщательно изучал то что ему предстояло с чем разбираться увидев на столе макет магнитной ловушки Вилли Генрихович дал по поводу этого знакомого лишь горстки специалистов устройства по-настоящему профессиональные комментарии директор института ученик Курчатова академик Буткер узнав что он общался с разведчиком был просто поражен короче говоря Буткер был конечно удивлен приятно удивлен и даже как-то так не скрывал этого удивления и больше того когда мы уже встречу эту провели закончили через неделю как-то он в разговоре со мной говорит слушай если бы он был но помоложе хотя бы на год-полтора я бы его с удовольствием взял бы на работу в институт и поручил бы ему самый важный отдел когда врачи вынесли ему смертельный приговор Вилли Генрихович не сдался он боролся до конца но болезнь оказалась сильнее это было осенью да по-моему 71-го года мы сюда подъехали с отцом как раз вот на Лубянку вот он сел в машину он курильщик был жуткий значит Беломорина по-моему Беломорина или Казбек нет Беломорина вот и он тогда ни фильтров ничего же не было вот он брал эту вату знаете антиникотиновый значит забивал туда это самое и чадил вот умер он вот значит рак легких в этом онкологическом центре отец у него был в последние дни вот а когда он уже был в бессознательном состоянии ну это врачи говорят я это не знаю точно начнем значит говорю все-таки по-английски 15 ноября 1971 года Вилли Генрихович Фишер вошедший в историю разведки под именем Рудольфа Абеля умер гениальный разведчик виртуозный радист радиотехника экстракласса тонкий психолог философ музыкант художник таланты этого человека можно перечислять долго его вклад в дело обеспечения безопасности страны и всего мира переоценить невозможно разведка это война а на войне нет более высокой оценки чем признание заслуг противникам создатель ЦРУ непримиримый враг Советского Союза Ален Далес в своей книге искусство разведки отметил я бы хотел чтобы мы имели в Москве трех-четырех человек таких как Абель это скупое признание стоит тысяч похвал алендер и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok